МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости лайф в студии Елены Сергеевы. Главное сегодня. Патриотическая акция 15 дней до Великой Победы. В Саранске на площади студенты открыли вахту памяти около вечного огня. Субботник в Старошайговском районе. Несмотря на непогоду, более 200 местных жителей вышли привести в порядок парк в райцентре. Жительница Саранска собиралась выбросить из окна собственного ребенка. Новости лайф попытались разобраться в ситуации. Компания «Медиалоги» подготовила медиарейтинг регионов Российской Федерации по выполнению и реализации планов указов, подписанных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2012 года. Период исследования – март 2017 года. Мордовия заняла шестое место в десятке лучших регионов России по реализации майских указов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 40 тысяч источников – телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов Российской Федерации в контексте майских указов Владимира Путина. Патриотическая акция «15 дней до Великой Победы». В Саранске на площади студенты открыли вахту памяти около Вечного огня. От сырости защищают плащ палатки, от холода – сила духа. На площади Победы – вахта памяти. Возле Вечного огня – студенты-огаревцы. Ежегодная акция «15 дней до Великой Победы» проходит одновременно во всех регионах страны. Студенты, школьники, активисты общественных организаций, желающих дежурить у символа Победы, много. Время строго распределено. Караул сменяется каждые 15 минут. Лично для меня, я считаю, что для всех студентов очень важно поучаствовать в таких патриотических акциях, потому что родственники наши все воевали, наши деды отдавали жизни за нас. И это наш долг, что мы должны отдать вахту памяти. Пусть сегодня холодно, но наши сердца согреты их любовью, нашей любовью к ним. Георгиевские ленточки всем прохожим. Прикрепить к одежде символ Победы хотят многие. Среди тех, кто несет дежурство у Вечного огня, бойцы республиканских поисковых отрядов. Они дань памяти героям Великой Отечественной отдают круглый год. Участвуют в экспедициях, работают в архивах. Всю значимость приближающегося праздника осознают. Этот праздник, ну, это, конечно, много всего, перечувствуешь. Да, прежде всего, гордость за свой народ, за непередаваемые чувства, конечно. Вахты памяти стоят не только у Вечного огня. У всех памятников и мемориалов, посвященных подвигу народа-победителя. Всего в акции «15 дней до Великой Победы» приняли участие около 170 студентов. Кристина Марценюк, Алексей Буянкин, Новости Лайв. 25 апреля, в день особого поминовения усовших, транспортное управление городского округа Саранск совместно с Горэлектротрансом организует движение общественного транспорта от автовокзала в направлении Ключеревских кладбищ. На территории кладбища номер 4 будет организована перевозка пассажиров автобусами марки «ПАЗ» бесплатно. Майские выходные – прекрасная возможность не только хорошенько отдохнуть, но и заявить о своей активной жизненной позиции. Традиционно в этот день проходят митинги, концерты, шествия. Профсоюзные организации подводят итоги конкурсов профмастерства. Что ждет горожан 1 мая, знает Ирина Просолова. За достойную работу, зарплату, жизнь. В этом году первомайская акция пройдет по всей стране под таким девизом. В праздничный день на Советской площади пройдут шествия профсоюзных организаций, митинг-концерт и торжественная церемония вручения переходящих красных знамен предприятиям-победителям трудового соперничества. Традиционно в нашей первомайской акции примут участие члены профсоюза, трудовые коллективы, студенчества. Мы также ожидаем поддержку со стороны общественных организаций и политических партий, которые разделяют нашу идеологию, требования, лозунги. В преддверии майских праздников активисты профсоюзного движения реализуют сразу несколько важных инициатив. Организаторы – молодежный совет, название акций, чистота и забота детским садам и профсоюзные молодежи ветераны говорят сами за себя. Наиболее знаковым, конечно же, будет день 28 апреля, потому как с самого раннего утра на улице города у нас пройдут такие акции, как в первую очередь информационные пикеты май трудовой, май профсоюзный с раздачей горожанам приглашений и агитационных листов приглашений на первомайский митинг-концерт в первую очередь. И также 28 апреля в Саранске у нас пройдет наша агитационно-пропагандистская акция, которая называется «Профсоюзный автобус». 1 мая – один из любимых праздников россиян. По мнению организаторов, в праздничных мероприятиях в День весны и труда участие примет около 10 тысяч человек. И в продолжении темы. 28 апреля в Доме Республики состоится торжественное чествование победителей и призеров республиканских конкурсов. Награды и дипломы вручат временно исполняющие обязанности главы Республики Мордовия Владимир Волков. 1 мая в 10.45 запланировано праздничное шествие трудовых коллективов к Советской площади Саранска. Здесь в 11 часов начнется чествование победителей республиканского трудового соперничества коллективов, предприятий, организаций и учреждений по итогам 2016 года. Кроме того, в 12 часов откроется 82-й весенний-летний сезон парка культуры и отдыха. А теперь новости экономики, и я передаю слово Ольге Ермаковой. Здравствуйте! Новости экономики в эфире Народного телевидения Мордовии. За сельскохозяйственными землями в Мордовии теперь наблюдают из космоса. В Минсельхозе работает геоаналитический центр управления агропромышленным комплексом. Центр управления АПК представляет собой информационную систему, в которой хранятся карты всех сельскохозяйственных земель республики. Карты составили специалисты отделения Минсельхоза. Каждую пятницу в систему добавляется космический снимок республики. Данные снимка расшифровываются и пополняют информационную базу. В итоге одним нажатием клавиши компьютера можно узнать о любом выбранном участке земли, влажность и температуру почвы, величину снежного покрова, состояние озимых, количество засеянных площадей и еще десятки показателей. Особая ценность системы – она выдает не только оперативную информацию, но и содержит сведения прошлых лет. Мы с районов и с хозяйств собираем структуру севооборота, то есть они нам дают информацию и о том, что сейчас посеяно у них, и о том, что было раньше посеяно. Геоаналитический центр позволяет еще до начала уборки спрогнозировать урожайность поля с точностью до 90%. Узнать информацию о температуре воздуха, паводках и разливах рек – и все это перед монитором компьютера, не выезжая на местность. В марте наш канал рассказал зрителям об Андрее Строгине – саранском токаре с 26-летним стажем. Его труд был отмечен высокой наградой – Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Некоторое время назад состоялось торжественное вручение медали. Церемония проходила в Нижнем Новгороде. Награду вручал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. На мероприятии награждались люди со всего округа. Было вручено 8 медалей орденов и 9 почетных званий. Все это для работников труда. Андрей Строгин изготавливает сложные крупногабаритные детали. Работа ювелирная, расчеты ведутся до десятой доли миллиметра. Андрей не считает труд токаря монотонным, а, напротив, называет свою деятельность творческой и увлекательной. Результаты, заметные на федеральном уровне, как следствие присвоения ордена, объясняет не только трудолюбием. Надо иметь азарт. Я вот говорю, спортивный азарт. Потому что в любой работе нужно стремиться к тому, чтобы свою работу делать качественно и быстро. И чтобы этот результат был как бы повыше, чем у других. Развитие овощеводства на территории Республики Мордовия с каждым годом набирает все больше оборотов. Согласно оперативной информации, за первый квартал 2017 года тепличное предприятие Мордовии произвело 4064 тонны овощей защищенного грунта. Это на 1190 тонн больше аналогичного периода прошлого года. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на нашем канале. 22 апреля во всем мире отмечают День Матери Земли. Лучший способ поздравить планету, сделать ее лучше, чище и красивее. Субботники высадка молодых деревьев проводятся повсеместно. Не остались в стороне и жители Старого Шайгова. Несмотря на непогоду, более 200 местных жителей вышли привести в порядок парк в райцентре. Румяные девушки с ведрами, мужчины с лопатами, дети. 22 апреля для старошайковцев стало не просто субботником, настоящим экологическим праздником. Звучит музыка. На свежем воздухе, да еще и после работы, просыпается аппетит. Полевая кухня угощает гречневой кашей, горячим чаем. Посадка молодых деревьев в разгаре. Но это только начало работы по благоустройству райцентра. Мы хотим здесь дорожки построить, спортивные площадки, тренажерные площадки, детские площадки, танцплощадки. Хотим здесь освещение сделать, чтобы гуляли люди по парку, было освещение, видеонаблюдение, чтобы милиция наблюдала за безопасностью. Хорошо, когда местные жители готовы поработать на благо родного района. Но одного энтузиазма для осуществления масштабных планов мало. Нужны средства. Очень кстати пришелся грант «Единой России». На благоустройство парка отдыха Старая Шайгова получила 1 миллион рублей. Мы участвуем в программе партийного проекта «Единой России» по источному развитию села. С учетом того гранта много спонсорских, немного с бюджета выделяем. Мы хотим сделать парк, чтобы действительно за лето сделать его, чтобы тут можно было отдыхать. Районный парк меняется прямо на глазах. Старые разросшиеся тополя убрали. Вместо них сажают молодые деревца. Сегодня пейзаж украсили более 500 саженцев туи, можжевельника, голубых елей четырех сортов. Настроение замечательное. Несмотря на то, что у всех выходной, но все дружно. Вышли как одной большой семьей поддержать все-таки это все для наших детей. У меня лично двое детей маленьких. Я тоже живу рядышком. А пойти нам с ними некуда. То есть отдохнуть, посидеть. А теперь, если дай бог, конечно, пойдут вот эти красивые елочки, то и будет очень-очень интересно здесь и красиво. Ни погода не пугает жителей Старого Шайгова. Стать лучше и красивее родному району помогают более 200 местных жителей. Мужчины убирают снег, копают ямы, сажают деревья. Девушки поливают. Работают старательно, на совесть. Желание принять участие в благоустройстве малой родины – лучший стимул. Хочется тоже внести свой вклад в развитие этого парка. Хочется, чтобы осталось это в истории, чтобы потом вспомнить, что я тоже как-то причастна к благоустройству данного места. Идет подготовка и к главному празднику года – 9 мая. В центральной части села есть памятники и аллеи с 12 тысяч сосен, посвященные землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Работа по увековечиванию памяти героев будет продолжена. Мы планируем возвести еще ротонду, в которой будут располагаться мемориальные доски с именами погибших наших земляков. Установим еще 9 бюстов героям Советского Союза, нашим землякам. Там, где появится мемориальный комплекс, полукругом располагаются 24 голубые ели. Высадка деревьев продолжится. Как говорят местные жители, организованных субботников здесь не ждут. Сельчане просто выходят и привозят в порядок придомовые территории, улицы, скверы. С появлением в селе контейнеров для мусора о проблеме засорения окружающей среды забыли совсем. Марина Солонина, Владимир Надькин, Новости Лайф. Как сообщили в администрации города, отопительный сезон завершится 27 апреля. Такое решение было принято на оперативном совещании 24 апреля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, по прогнозу синоптиков на этой неделе установится очень теплая погода. До плюс 15, плюс 18 градусов в дневное время. В связи с этим отопительный сезон 2016-2017 года будет завершен. Вокруг истории о жительнице Саранска, которая в минувший выходной угрожала выбросить своего сына из окна, возникло много слухов. Насколько верна информация и чем закончилась история о нереализованной угрозе, в материале Данилы Паршукова. Звонок в экстренные службы поступил поздним вечером. О том, что жительница Саранска угрожает выбросить сына из окна, она рассказала родственникам по телефону. Те сразу же связались с полицией. Через несколько минут на улице Ульянова уже работали специалисты. Сразу по прибытию спасатели начали возводить так называемый куб жизни, специальную конструкцию, которая спасает людей при падении с большой высоты. И только после того, как все было готово, они вместе с полицейскими отправились на личную встречу с женщиной. По словам очевидцев, сначала женщина не хотела открывать дверь стража порядка. Однако после продолжительных уговоров все-таки сдалась. Если бы обстоятельства сложились по-другому, сейчас этой двери здесь могло бы и не быть. Именно предупреждение о том, что дверь придется срезать с петель и отрезвило виновницу спецоперации. Исполнить угрозу она так и не решилась. Женщина была в плохом состоянии, в алкогольном опьянении. Ребенок, как я понял, ничего не подозревала, не знал. Сидел в другой комнате. Она сама это себе напридумывала и писала сообщение, как со слов очевидцев, по другим сообщениям, что она скинет ребенка с окном. О маме у жильцов дома отзывов нашлось немного. Все общение сводилось к стандартным утренним приветствиям в лифте и коротких «как дела» после работы. Соседей по этажу тоже не слышали в квартире ссор и скандалов. И не характеризуют женщину как плохую мать. Больше впечатлений оставил сын. Общительный ребенок легко находил язык со сверстниками и дружил с соседскими ребятами. У нас дом все в основном с детьми. Нет, не было ни скандалов. Живем дружно, дети дружат тоже. Нет, с ней не общалось. И то, что здесь спасатели работали, я только от вас это услышала. Первый раз, потому что я на работе была, а у меня как раз 12-часовой ночью была. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Он находится под присмотром бабушки. В то же время, по данному факту, проводят проверку. Данил Паршуков, Владимир Надькин. Новости. Лайф. В преддверии праздника пожарной охраны Российской Федерации, который отмечается ежегодно 30 апреля, в Мордовии состоялся республиканский конкурс «Лучший по профессиональному мастерству» среди личного состава. В Саранск приехали самые сильные, самые быстрые и самые эрудированные МЧСники из разных районов республики. Конкурсантам предстояло пройти немало испытаний. Подробности в следующем материале. Их работа и опасна, и трудна. На плацу пожарные, начальники караулов, командиры отделений, водители, диспетчеры, инспектор надзорной деятельности. Все те, от кого зависит спокойствие и жизнь простых граждан. Быстро приехать на место пожара, ликвидировать возгорание и спасти людей – вот главная задача. Настоящий пожарный должен быть обязательно физически подготовленным, иметь логическое мышление, потому что мы, конечно, готовимся во время учения, каких-то подготовок к пожару. Но пожар – это называется стихийное явление. Приехать к нему – не существует стандартного пожара. Приехал и работаешь по стандарту. Теории, физподготовка и профессиональные навыки. Работникам пожарной службы надо уметь многое. Одно из испытаний конкурса «Лучший по профессиональному мастерству» – проверка теоретических знаний. Взрослые мужчины в формах, за партами, как в школе. Выбирают правильные ответы в тестах, пишут ответы на вопросы. Высокий IQ – еще не все. Настоящий МЧСовец должен всегда быть в хорошей форме. В любое время года и при любой погоде. Поэтому проверка физической подготовки, челоночный бег и подтягивание – важный этап конкурса. Быстро заставить личный состав к месту пожара – задача водителя. Свою работу надо выполнять профессионально, оперативно и при этом аккуратно. Преодолеть минимую колею, объехать препятствия и поставить машину в гараж – одно из испытаний. Сложно, но заданиям справляются все. Вот пожарных главное привезти – это на нас самая, мне кажется, ответственная работа. Потому что мы должны их в целых три сохранности довезти до места происшествия. И как можно быстрее довезти. И сейчас у нас дворы очень узкие, очень заставлены машинами. И надо вот так уметь проезжать, маневрировать. Водителям нужно знать правила дорожного движения и уверенно чувствовать себя за рулем. Пожарным же важно уметь вязать спасательные узлы и максимально быстро надевать боевую форму. Справляются на отлично. Чтобы определить, кто лучше, результаты учитываются с точностью до сотых долей секунды. Выполняем нормативу. Давай приступить. Самые сложные испытания – 100-метровая полоса препятствий и подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа. Их пришлось отменить. Помешал льющий с самого утра дождь. Однако реальный пожар будет потушен при любых погодных условиях. Книголюбам не до сна. В Саранске в четвертый раз прошла акция «Библия ночь». Двери библиотеки имени Пушкина не закрывались до самой полуночи. Чем удивили и порадовали гостей на этот раз, узнала Кристина Марценюк. Читальные залы переполнены как никогда. Литературные встречи, музыкальные перформансы, творческие мастерские – каждый найдет для себя что-то занимательное. Все это называется «Библия ночь». Сотрудники уверяют, в этом году фестиваль чтения еще интереснее. Сегодня мы предлагаем эко-квест, где две команды работают по всей библиотеке, выполняют какие-то задания. И в итоге они должны собрать пазл, посвященный тематике этого года «Экология в России». Сегодня мы предлагаем своим посетителям эко-интеллектуальную игру «Что, где, когда». Здесь можно поближе познакомиться с биографией Федора Ушакова. О ней рассказали студенты Мордовского университета. Зрителям скучать не пришлось. На каждом этаже праздник со своей особой тематикой. Вот юным гостям показывают, как можно самому смастерить петушка из лоскутков. А здесь учат изготавливать украшения из проволоки. Создавать своими руками – дело полезное, утверждают мастера. Это раскрывает в каждом творческий потенциал. Михаил занимается плетением из лозы. Признается, так поздно, раньше в библиотеках не бывал. Поделиться мастерством пришел сюда впервые. Мы плетем подставку под горячее из лозы. Приятно, что вокруг меня дети интересуются, смотрят. Пробуем сплести их с учеником. Да, получается. А здесь книголюбам посчастливилось побывать на встрече литературной студии «Наречие». Ценители слова смогли прочесть отрывки из любимых книг. В этом году в Мордовии акция состоялась на день раньше. В своей двери для всех желающих библиотека открыла уже в 18.00. Это такое грандиозное впечатление. Вот, то есть, как бы, вы знаете, для детей очень много, для взрослых очень много познавательного. Я даже сегодня сделала, могу показать, какие поделки. Вот, это просто восхитительно. Да, пусть у меня не так красиво получается, но это то, что я хотела. В этот раз количество желающих приобщиться к культуре стало еще больше. Работники библиотеки надеются, что заглянув сюда ночью, гости захотят прийти и днем. Кристина Марценюк, Сергей Соколов, Новости Life. Современное изобразительное искусство – вещь довольно неоднозначная. Течений, стилей, техник работы очень много. Чтобы составить свое мнение с работами современных художников, нужно как минимум ознакомиться. Сделать это можно на выставке, которая открылась в Саранске. О новых направлениях в искусстве Дмитрий Моррисон. 50 работ в самых разных техниках и стилях написаны маслом, акварелью, гуашью и даже фломастерами. В одном из бизнес-центров столицы Мордовии – выставка картин саранских художников. Современное искусство многогранно и переменчиво. Это совокупность творческих практик второй половины прошлого века. Вне зависимости от того, является ли художник последователем модернизма или ярым его противником, творческий процесс отнимает много времени и сил. Современное искусство – это абсолютно разноплановое. Это туда входит все, что угодно абсолютно. От реализма до абстракционизма, до инсталляции перформансов и акций. Понятие очень-очень обширное. Равнодушных нет. Одни эксперты уверены – современное искусство – форма без содержания. Другие настаивают – смыслом наполнен каждый сантиметр полотна. Молодой художник Юрий Ишонков, чьи работы располагаются в экспозиции и выставке, имеет на этот счет свое мнение. В современном искусстве больше смысла, чем в каком-то натюрморте, пейзаже и прочем. Там как раз смысл закладывается от названия работы, от цветов, от изображаемого. И поталкивает человека, который видит эту работу, на некие размышления. Абсолютно верных критериев при оценке произведения искусства нет и быть не может. Можно лишь прислушиваться к мнениям экспертов или ориентироваться на народную любовь. Плохую картину люди хвалить не станут. Интересная работа. Мне понравился молодой человек, он рисовал маркером или фломастером. Очень интересно. Пока не добралась до них, но сейчас обязательно посмотрю. Дмитрий Моррисон, Сергей Соколов, Новости Лайф. И к новостям спорта. Главная команда республики потерпела третье поражение подряд со счетом 2-1. И осложнила себе тем самым борьбу за выживание футбольной национальной лиги. Однако шансы спастись еще остаются. В 33-м туре футбольной национальной лиги Мордовия приехала в гости к лидеру чемпионата московскому «Динамо». Уже на 14-й минуте лучший бомбардир лиги и экс-футболист саранского клуба Кирилл Панченко открыл счет с передачи Артема Катрича. После этого у него было еще пара моментов, чтобы удвоить счет, но оборона Мордовии выстояла. Также моменты были у Катрича и Морозова. Вновь выручил Леонов. Выдержав натиск «Динамовцев», наша команда использовала чуть ли не единственный шанс отыграться. Штрафной в своем коронном стиле реализовал Евгений Осипов. В концовке первого тайма москвичи устроили навал. После удара Луценко Мордовию спасла штанга. В начале второй половины за нас сыграла уже перекладина, которую сотряс Терехов. Но уже через две минуты решающий мяч все-таки был забит. Подачу Луценко замкнул бичерай. После этого игра успокоилась, и столичный клуб довел матч до закономерной победы. От спасительной 15-й строчки Мордовию теперь отделяют два очка. В далеком от морей и океана в Саранске четыре дня царит атмосфера подводного мира. Уже в 12-й раз столица Мордовия становится местом проведения этого международного фестиваля. Страсти кипят во дворце водных видов спорта. В Саранске собрались 500 начинающих дайверов, пловцов и акватлонистов. Спортсмены из Мордовии в числе лучших. Впереди несколько дней напряженной борьбы за победу. Но сейчас подросткам весело. Юные пловцы и акватлонисты, художники и дайверы во дворце водных видов спорта слушают джаз. Старт фестиваля «Подводный мир» – торжественная церемония открытия. Со словами «Напутствие» к участникам обращаются организаторы, опытные спортсмены, ветераны боевых действий. Фестиваль выходит более на международный уровень. И подписан договор с дайв-шоу международным фестивалем в Москве, в котором мы теперь будем участвовать. И наши художественные работы детские будут там присутствовать, отдельно еще награждаться. Первый соревновательный день за медали в прямом смысле этого слова борются акватлонисты. Подводная борьба – цель которой сорвать ленточку с ноги соперника – очень зрелищный вид спорта. Мордовская школа акватлона – одна из сильнейших в России. На первенстве страны наши спортсмены заняли весь пьедестал почета. Хотелось бы, конечно, лучшего результата. Я просто травму получил на коленах. Я планировал лучше выступить, но с физическими возможностями не получилось. Борьбу под водой изобрели в России. Однако широким массам общественности известно о ней пока немного. Как люди приходят в столь необычный вид спорта. Своей историей делится серебряный призер чемпионата России. Сначала занимался обычным спортсменным спортом, подводным спортом, нагрял. Ну, потом познакомился с борьбой под водой. Мне стало интересно, затянуло. Ну, вот так я и пришел к этому. В воскресенье на водной арене свое мастерство показали и акватлонисты, и дайверы. Первое общекомандное место по всем возрастным категориям у ребят из «Фокс Старт» Республики Мордовия. На втором месте – «Косатка» из города Москвы. На третьем – «Лукояновский колос». Среди дайверов на пьедестал почета чаще всего поднимали спортсмены из Мордовии и «Мытищ». Завершились соревнования в понедельник плаванием в ластах. На этом соревновательная часть фестиваля подошла к концу. Теперь подводный мир вернется к нам только через год. Никита Борискин, Максим Тузин, Алексей Буянкин, Владимир Надькин. Новости.Лайф. Футболисты «Мордовия-2001» Александр Ермаков и Герман Поветкин вызваны в юношескую сборную Межрегионального футбольного союза при Волжье. Ребята проведут учебно-тренировочный сбор в Тольятти. Сразу после этого команда, в составе которой будут наши ребята, отправится в Кострому для участия в финальном турнире первенства России среди сборных команд межрегиональных футбольных объединений. В минувшие выходные во Дворце водных видов спорта Саранска завершились соревнования матчевой встречи по плаванию лисьма с участием городов Поволжья. Как и ожидало, спортсмены команды «Мордовия» выиграли большое количество наград. В нашем активе 4 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Спортсмены республики достойно выступили не только в личном, но и в командном зачете. Наша сборная одержала безоговорочную победу в двух смешанных эстафетах, значительно опередив ближайших преследователей из Пензы. В студенческое время это тот промежуток жизни, когда человек успевает побывать в различных амплуа. Те, о ком пойдет речь, успевают быть еще и мастерами фигурного катания. В преддверии гала-концерта студенческой лиги наша съемочная группа побывала на одной из репетиций. Баланс на тонком лезвии, чувство точного управления своим телом, ощущение полета – все это студенческая лига по фигурному катанию. Проект, реализуемый за счет средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта. На протяжении трех месяцев около ста студентов из более чем десяти факультетов МГУ имени Огарева овладевали навыками столь изящного вида спорта. Олег Васильев, известный тренер, когда посещал наш мастер-класс уже на первом месяце тренировок, отметил уровень катания наших участников. Ребята очень смышленные. Естественно, что фигурное катание – достаточно сложный вид спорта, но тем не менее, то усердие, с которым занимаются студенты, оно, конечно, поражает. Подготовкой участников проекта занимались профессиональные тренеры и хореографы. Среди изученных элементов – технические шаги, спирали, вращения и даже прыжки. Уровень достигнутого за столь короткий срок мастерства студенты продемонстрируют на отчетном галоконцерте, который состоится 27 апреля на главной ледовой арене Саранска. Каждая команда представит два номера. Один посвящен Дню Победы, второй – на свободную тему, которые будут оценены судьями и зрителями по достоинству. Снег в Мордовии сходит, и на свет появляются первые весенние закладки. Минувшие выходные стали богатыми на инциденты с хранением и распространением наркотиков. Об этих и других происшествиях в программе «Сводка». А впереди еще прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова